МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальная икона. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на мосту с тачки. Напомним, трагедия произошла позавчера вечером. В автовышку, на которой работали мужчины, врезался грузовик. Оба рабочих упали на железнодорожные пути. Один погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Как сообщили в пресс-службе областного следственного комитета, по уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз. Все обстоятельства трагедии еще предстоит установить. Ростовское управление здравоохранения может возглавить Ольга Мельникова. Ее кандидатуру на рассмотрение в Гордуму внес сети-менеджер Алексей Лагвиненко. Заседание состоится 24 февраля. В настоящее время Ольга Мельникова исполняет обязанности руководителя Горздрава. Напомним, ее предшественница Надежда Левицкая уволилась в октябре прошлого года. Система 112 должна быть полностью доступной для слабослышащих людей. Так считают депутаты Донского парламента, представители Центра информационного обеспечения безопасности, Министерства труда и социального развития, а также общественники. В Ростовской области проживают более 5000 глухих и слабослышащих людей. Совершить экстренный вызов по телефону эта категория граждан не может. И для них организовали прием звонка посредством СМС-сообщений. В прошлом году системе 112 исполнилось 4 года. За это время принято более 13 миллионов вызовов. Только в 2020 году операторы обработали почти 4 миллиона обращений. Часть из них – это вызовы по вопросам коронавирусной инфекции. Активная идет работа по взаимодействию службы 112 с новой автоматизированной системой скорой медицинской помощи. Это позволит всем диспетчерам работать в едином интерфейсе. И сократить ожидание ответа до 8 секунд. Расходы Донского бюджета в 2021 году увеличены более чем на 11 миллиардов рублей. Капитально отремонтируют седьмую гимназию в Батайске, улучшат трамвайную сеть в Таганроге. Пойдут деньги и на завершение строительства областной инфекционной больницы. Бюджетные споры вызвала областная инфекционка. Сдадут в эксплуатацию ее уже этим летом, всего за год. Хотя по плану такие объекты строят почти три. Несколько депутатов Донского парламента обращают внимание. Область выделяет полтора миллиарда рублей сверхконтрактных, чтобы достроить больницу. Но это не так. Это не увеличение цены строительства. Это та сумма, которая в бюджете закладывается, исходя из суммы контрактной цены. То есть то, что первоначально было запланировано, сумма была разделена на две части. То, что финансировалось в 2020 году, и то, что будет финансироваться в 2021 году. Вся сумма по контракту – 3 миллиарда 176 миллионов рублей, отмечает министр финансов. Еще один спор – коммерческие кредиты. Некоторые депутаты не понимают, зачем их брать. Лидия Федотова поясняет. Просто взять или занять деньги в федеральном бюджете сейчас нельзя. А выполнять наказы тех же депутатов нужно. Объем долгов в допустимых пределах. Получая доходы в качестве то, что мы платим за обслуживание государственного долга, возвращаются в бюджет Ростовской области в качестве налоговых платежей. Благодаря бюджетным изменениям за два года на капитальный ремонт 7-й гимназии в Батайске потратят 70 миллионов рублей. А на улучшение трамвайной сети в Таганроге – 629. Всего на строительство, ремонт больниц, школ, дорог, водоснабжение и канализацию, переселение из ветхого жилья, покупку лекарств для ковидных пациентов в регионе в этом году дополнительно выделят 11 миллиардов из бюджета области. Часть денег осталась с прошлого года, а еще одна – поступление из федеральной казны. 8 миллиардов область возьмет в кредит у коммерческих банков. Артем Тарасов, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону. Установка опор нового моста на Млиновского в Ростове ведется без отрыва от графика. Об этом рассказал замглавы администрации по транспорту на встрече с журналистами. По словам Константина Солонского, сейчас идет установка опоры номер 2 и устройство свай для опоры номер 5. Заливается основание опоры номер 1. Кроме того, продолжаются работы по демонтажу выкупленных земельных участков. Ведутся работы по устройству линии электропередач по выносу. То есть все намеченные планы, которые были необходимы для строительства подходов, ведутся в плановом режиме. Подходы также строятся. Я думаю, вы видите, ведутся работы по перекладке ливневой канализации, по выносу и переустройству сети. И сейчас ведется работа по устройству основания дорожной одежды. Напомним, реконструкция моста на Млиновского началась в январе. Аварийный путепровод уже демонтирован. Новый пролет открыт только для пешеходов и автомобилей экстренных служб. До конца апреля этого года власти обещают открытие движения пассажирского транспорта. Реконструкция шести автодорог Ростовской области закончится в текущем году. Об этом сообщает сайт регионального правительства. В планах на 2021-й завершение ремонта трасс Азов-Александровка-Староминская, двух участков Ростов-на-Дону, Ставрополь в Пещенокопском районе и мостовом переходе на подъезде к хутору Гурееву в Дубовском районе. Также на трассе Ростов-Ставрополь будут сданы два моста. Помимо этого запланированы работы по строительству северного обхода Ростова, двух участков трассы Миллерово-Вешенское, подъездной дороги к атомной станции. При реконструкции участков трассы Ростов-на-Дону, Семикаракорск-Волгодонск в Оксайском районе и шахты Владимировская в Красносулинском районе, будут обустроены два поста весогабаритного контроля. Еще одно донское производство теперь сможет продавать свой товар под брендом «Сделано на Дону». Сертификацию прошел поставщик сельхозтехники «Бизон» и получил знак качества сразу на пять моделей дисковых барон. Я уверена, что ваш пример послужит многим предприятиям нашего региона, пополнит ряды предприятий, которые производят качественную продукцию. Так дисковые бароны выглядят в миниатюре. Их здесь стали производить полтора года назад. Получили лицензию у известного бренда по почвообрабатывающей технике и стали единственными за пределами Германии, кто выпускает этот вид барон вне родного завода. Уникальная технология обеспечивает высокую производительность и универсальность. Даже в сложных условиях устройство однородно перемешает почву, а разнонаправленные диски помогут снизить расход топлива. Такая барона, без сомнений, проработает минимум 15 лет. Ее решили производить самостоятельно, чтобы попасть под программу кредитования для фермеров. Это возможность получить льготные субсидированные кредиты, потому что мы российский производитель. Вот это не импортная уже техника, получается, российского производства. Или брать кредит под 10-12 процентов, или под 2,5-3 процента. Но разница большая для наших клиентов. Еще здесь производят самоходные опрыскиватели, плуги, пропашные сейлки. Их тоже планируют выпускать под брендом «Сделано на Дону». Забороны, кстати, знак качества получили еще в 2020-м. Но из-за пандемии свидетельства вручили только сейчас. Как говорят в департаменте потреб рынка, коронавирус популяризации знака качества «Сделано на Дону» не помешал. За прошлый год сертификаты получили 13 предприятий. Всего участников системы теперь 73. Сейчас под «Донским брендом» продаются больше 2700 наименований продукции и услуг. А в этом году собираются привлечь и новые предприятия. Это наша общая задача не только предприятий-производители, организации общественного питания. Я думаю, что в этом году мы расширим сферу услуг и туристическими, и гостиничными услугами. Потому что желающих действительно вступить в проект достаточно много. В планах организовать беспрецедентные мероприятия по продвижению системы. О них пока рассказывают в общих чертах. Но обещают раскрыть дорожные карты уже в марте. Артем Тарасов, Юлия Карасюк, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Икону преподобной Евросиньи Полоцкой подарила ростовскому храму святого Георгия Победоносца «Региональная национально-культурная автономия белорусов». Они очень чтят древнюю и великую святую, как русский, например, Владимирскую и Донскую иконы Божьей Матери. В центре иконы изображена сама святая преподобная Евросинья Игумения Полоцкая. Она высокого княжеского рода. И раньше так было, что даже егуменами или даже митрополитами, епископами церкви становились люди обычно из такого высокого рода, обычно из княжеского рода. Такой была и сама Евросинья. Она строила храмы и монастыри. На иконе за ее спиной изображен женский православный монастырь в Полоцке, в котором преподобная Евросинья была игуменей. На его территории находится один из древнейших действующих храмов Беларуси. В руках святая держит крест, который был сделан в 1161 году по ее заказу. В нем находились мощи святых, частица древа Христа Господня и даже капля крови Спасителя. Но во время Великой Отечественной войны крест был утерян. В новейший период его воссоздали, а копия креста есть в ростовском храме святого Георгия Победоносца. Икону замечательной святой, Евросиньи Полоцкой, вот эта святая 13 века. Надо сказать, что и у нас некая такая часть святыни из Беларуси связана с этой святой имелась. Имелась такая копия чуть-чуть в уменьшенном виде креста Евросиньи Полоцкой. Белорусы очень чтят древнюю и великую святую Евросинью, как в России, например, Владимирскую и Донскую икону Божией Матери. В ростовский храм святого Георгия Победоносца икону передал председатель региональной национально-культурной автономии белорусов. Он получил ее в дар, когда делегация белорусов России встречалась с министрами и общественными деятелями, а также митрополитом Минским Вениамином. Он расспрашивал о России. Он спросил, вы откуда? Я говорю, я с Дона. И получилось так, что, когда я сказал, с Ростова на Дону, отец Валерий, настоятель храма Георгия Победоносца, они вместе учились в духовной семинарии, потому что их многое связывает. И поэтому, может быть, поэтому, может быть, я не знаю как, но мне потом привезли в гостиницу эту икону от митрополита. Как дар митрополита Вениамина, да? Да, как дар митрополита Вениамина. Народы настолько близки и тесны, что этот шаг, это не шаг даже вперед, это подтверждение близости наших народов, подтверждение единства культурного, единства во многом духовного, единства людей. Посовещавшись с семьей, принял решение передать икону в храм святого Георгия Победоносца, чтобы она была достоянием не только семьи Владимира Животкевича, но и ростовчан. Елена Ребжанова, Екатерина Лободина, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону. И в завершении выпуска курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня – 73,97 рубля, евро – 89,54 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрынникова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok